Здравствуйте, в эфире канала Культура, программа Наблюдатель, в студии Андрей Максимов. Раньше в советские времена была такая формировка по многочисленным просьбам зрителей. Я думаю, что сейчас она бы подошла, потому что проект «Большая опера», второй сезон этого проекта, действительно по вашим многочисленным просьбам, потому что это же был эксперимент, и когда проходит такой эксперимент, непонятно на самом деле, что получится. А получилось такое, что вот только все кончилось, тут же все стали говорить, давайте продолжение. Как говорится, требуем продолжения банкета, она наступила, как вы знаете, начался второй сезон, сегодня мы будем говорить об этом, говорить мы будем с председателем жюри этого конкурса, этого проекта, Тамара Ильинична-Синявская, народная артистка СССР, вообще, ну, Тамара Синявская. Мне кажется, что когда такие люди, не надо много званий, лауреат всего. Тамара Синявская. И двое ведущих, тоже вам хорошо известных, Алла Сигалова. Покажите, пожалуйста, вот это Алла Сигалова, все, кто вдруг в этом мире этого не знает, это Алла Сигалова. И Святослав Белза, тоже известный всем человек. У меня всегда в прологе, как правило, есть какой-нибудь вопрос, но сейчас будет не вопрос, а сейчас будет поздравление. Я хочу, Алла Михайловна, поздравить вас с тем, что спектакль «Отелла», который поставили в Латвийской опере, признан лучшим спектаклем года. Мне кажется, что это... Вот покажите не меня, меня не надо покажать, а это Сигалова, вот. Потому что, вы знаете, вот хочется примазаться, потому что вы же наши, вы же канала «Культура». Поэтому хочется примазаться к этому, да, и сказать, что... Я не могу говорить за канал «Культура», но программа «Наблюдатель» вас искренне поздравляет. И мне кажется, что это такая серьезная история, когда человек едет в другую страну, а кто еще не в курсе, то Латвия же другая страна, и делает там лучший спектакль сезона. Поэтому вас с этим поздравляем. Мне хотелось начать именно с этого. Это серьезное и большое событие. А теперь давайте посмотрим небольшой сюжет про второй сезон «Большой опер» и продолжим «Городкова». Светет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но отживет потом, и все вернет влаженный летний зной. Большая опера оказалась большим потрясением. Это шоу снарядом пробило телеэфир, и через зияющий пролом стал виден новый музыкальный ландшафт. Здесь смешаны жанры и чувства. Здесь поле боя, душа зрителя. Здесь сильнейшим становится тот, кто побеждает себя. Телеканал «Культура» доказал, опера может быть захватывающим телезрелищем. Такое шоу потребовало продолжения. Поэтому летом 2013-го началась работа над новым сезоном. С 1 по 30 августа проходил сбор заявок на старте «Главные условия» – профессиональное образование и опыт работы в оперном театре. По сравнению с первым сезоном география проекта расширилась. Тогда заявки на участие приходили в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь к ним присоединились регионы России и страны ближнего зарубежья – Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Армения. Также среди желающих принять участие в проекте «Большая опера» оказались вокалисты из европейских оперных театров. Всего набралось около 400 претендентов. Дальше их ждал отбор в несколько этапов. Сначала жюри работало широкими мазками, сократило список в 10 раз до 40 исполнителей. Следующий шаг – выбрать 16 вокалистов, которые уже примут участие в телевизионном шоу. В субботу, 28 сентября, разыгралось первое действие музыкальной драмы под названием «Большая опера». В этот день звучала музыка Рассини и Деницетти, Безе и Пучини, Моцарта и Римского-Корского. Выступление конкурсантов сопровождал Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки. 8 пар, 8 дуэлей, 8 победителей в роли секундантов Алла Сигалова и Святослав Белза. Прошедших в следующий тур выбралось жюри, которое отнеслось к большой опере с большим пристрастием. Жюри возглавила народная артистка СССР Тамара Синявская. Вот нам дают, так сказать, общие мазки, а теперь будем углубляться. Первый вопрос у меня к вам такой. Вообще осень, такое не очень хорошее время года, все жалеют, что лет прошло, холодно, с одной стороны. А с другой стороны, для любого российского человека есть такое понятие, как болдинская осень, то есть это вот вершина творчества. Вот я хотел у каждого из вас спросить, что от каждого из вас зависит, чтобы вот на этом замечательном проекте «Большая опера» осень была болдинская осень, а не унылая и печальная. Давайте с вас начнем. Разве меня так улыбается? Призывно, вы хотите сказать. Спасибо. Вы знаете, действительно, это правда, а не самореклама канала, что проект «Большая опера» первый сезон имел колоссальный успех. И даже мне признавались люди, в общем-то, те, кто не каждый вечер ходит, скажем, в Большой театр или в оперный театр в своем городе, как-то заинтересовались. И этот проект способствовал, с одной стороны, и продвижению молодых, конечно. Об этом тоже мы знаем, потому что продолжаем следить за судьбами и приглашаем этих певцов в другие передачи наши, в ту же романтику «Романсы» и так далее. Мы знаем, как на них возрос спрос, что очень важно. Как телевизионный человек, вы не отвечаете на вопросы, говорите на то, что вы задумали. Нет, нет, нет. А скажите мне, что от вас зависит? От нас, вы знаете, вот как когда-то Юрий Петрович Любимов, когда он в основном ставил оперы, назвал себя оперуполномоченным. Вот мы с Аллой тоже уже можем считать себя оперуполномоченным. Я даже, когда сюда поднимался на лифте, сложил такие вирши, что уполномоченные мы вновь крепить большую к опере любовь. Знаете, и от нас зависит в известной мере, конечно, создание атмосферы, потому что это не только конкурс, но это и праздник, праздник высокого оперного искусства. Тут, конечно, молодёжь вроде бы на первом плане, но нужно отдать должное продюсерской группе, что потрясающий жюри. Это, можно сказать, без всякой комплементарности, а это просто действительно звёзды первой величины. Понимаете, когда выходят эти молодые, и перед ними сидят, значит, Синявская, Гулегина, да потом, значит, Пата Бурчуладзе, Андрей Михалков, Кончаловский. Значит, сидит Вдовин Дмитрий, профессор, руководитель молодёжной оперной программы Большого театра и другие. Людмила Максакова. Людмила Максакова, и будет Фабио Мастранжело, дирижёр Мариинского театра. И у нас некоторые ротации в жюри, но это жюри, которое гипнотизирует с одной стороны, но вместе с тем и покоряет своей доброжелательности. Ну, в ответ на мой вопрос, поэтому вы схитили огромных, конечно, моих вопросов и про жюри, и всё. Замечательно. Что вы будете делать? Мы разобьём успех. Ну, вот мне кажется, что главная моя задача, как я себе представляю своё участие в этом проекте, это открыть для зрителя участников. Потому что всё-таки мы с моим замечательным коллегой должны задавать вопросы по участникам. И в зависимости от того, как ты их задашь, так и развернётся этот персонаж. И от этого очень зависит, будет ли он любим зрителями или от него люди немного отодвинутся. Поэтому, вот мне кажется, что самое для нас, для меня, вот как я для себя ставлю эту главную задачу, это вскрыть героев, участников, сделать их любимцами, приблизить их к зрителю. Расстрогать жюри. Тамара Геннадьевич, я думаю, что вам, наверное, будет неловко это слушать, но я считаю, что это огромная честь и для канала «Культура», и для большой председателя жюри. Потому что вы же уникальный человек. Вы человек уникальный. Уже неловко. Уже неловко. Поэтому я не буду долго длить эту историю. Что зависит от жюри, в частности, от вас, чтобы вот это стало болдинской, потому что по-настоящему стало творческим таким делом? Всё зависит. Подождите, дайте, товарищи, надо. Дело в том, что чуть-чуть, на секундочку, экскурс в историю двухлетней давности. Когда появился проект на телевизионном экране, это была такая загадка. Это такое было неизведанное ещё поле. Это была такая интрига. Потому что были развлекательные программы на разных каналах, которые, так сказать, на протяжении практически последних десятилетий популяризировали всё, кроме оперы. Потому что это было когда-то. Вы помните, что были специальные передачи, и люди интеллигентные, образованные, музыкальные вели всё это. И заманивали, заманивали новых слушателей, новых зрителей на вот такие вот вечера интересные, с рассказами об опере, о симфонической музыке. Всё это было. И вдруг, когда появился этот проект, для меня это было, знаете, как очень хороший и нужный вовремя удар молнии. Прошлый сезон большой оперы был довольно сильным, как вы помните. Там было очень много хороших, настоящих голосов оперных и уже почти готовых артистов. И они вышли в жизнь, и они продолжают нести вот свою победу с этого конкурса. И узнаваемость тоже. Они в какой-то степени являются проводниками оперы в массы. Вот это вот мне самое дорогое. В этом году, значит, ещё, с одной стороны, труднее, а с другой стороны, уже просто интереснее, потому что есть какой-то опыт, есть за кем идти, может быть, кому-то подражать на первых порах. Вот. А потом уже проявлять свою индивидуальность, свою, так сказать, личность, персоналити. Поэтому наша задача – не опустить планку после первого. выхода проекта «Большая опера» на телевизионный экран, а наоборот поднять и увлечь как можно больше любителей в свои сети оперные. Вот наша задача. Знаете, у нас есть возможность посмотреть победительницу, Веронику Джоеву, просто вспомнить, как она пела. Давайте посмотрим такой небольшой фрагмент. Веронику Джоеву, просто вспомнить, как она пела. Веронику Джоеву, просто вспомнить, как она пела. Веронику Джоеву, просто вспомнить, как она пела. Замечательно сказала Тарма Абвинична, когда мы слушали, у нее голос, который можно подержать в руках. В свое время было мне такое время, извините, я просто консенсировала. Нет, совершенно, скажите мне, кто хочет, вот это абсолютно профессиональный, ну, мне неудобно говорить слово «гений», но такая поразительная совершенно, это еще на конкурсе, я понял. А кто участвует в этом конкурсе? Это кто, что эти люди? Это профессиональные певцы, уже, как сказать, уже много работающие в своих театрах, или профессиональные, которые только, кто вот эти люди? Давайте напомним нашим. Палитра разнообразная. От студентов консерватории и до людей, которые уже смогли проявить себя на оперной сцене разных театров. В том числе зарубежных. И зарубежных, да. Поэтому палитра-то пошире. Но, но, вот сейчас только прошло, так сказать, отборочный тур, это как, знаете, смотр. Сейчас подвести итоги или тем более прогнозировать ни в коем случае нельзя. Ведь позапрошлом году люди раскрывались с каждым прослушиванием, с каждым туром, свои все грани. Кто-то был очень хорош и убедительный в оперных отрывках, а кто-то был замечателен в романцевой литературе. То есть вы еще не знаете, кто победит. Не то, что вот вы посмотрите и поймете. А вы что, уже знаете? Нет, нет, я вообще ничего там не понимаю. Нет, нет, интрига будет. Конечно будет. Это мы вам обещаем. То есть некоторые люди говорят, так они посмотрели 16 человек и уже сразу все поняли. Ничего подобного. Это кто же так может? Хорошо, вот в спорте, вот дискуссии. Нет, 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 а кто так на себя такую смелость войдет? Возьмет, во-первых, тогда болдинской осени быть не может. Вы знаете, что я думаю, что по какой-то такой вот банальному мышлению, я даже слышала такие вещи, что говорят, что ну у вас, конечно, кто победит, уже все известно заранее. Вот я хочу сказать, что абсолютно ничего не известно. И Тамара Линична абсолютно права, что с каждым этапом люди открываются и открываются в зависимости от того, что они исполняют, в зависимости от того, как они исполняют, как они проходят этот путь. Поэтому интрига в том, она для нас всех, кто же этот путь пройдет достойно. Поэтому здесь нету никаких заранее возможных предсказаний. Это невозможно. Вы знаете, я даже вам скажу, вы человек театра, и вы же знаете, какой вообще хрупкий организм человек театра, а тем более музыкального. Нет более, наверное, и капризного, и замечательного инструмента, чем человеческий голос. И все же зависит еще от настроения. Не только на этом телевизионном конкурсе, на конкурсе Чайковского, на конкурсе Глинкина, на любом. Вот иногда уже мэтры, наблюдавшие того или иного певца молодого, сулят заранее победу этому, потому что ничего не может быть. Потому что человек переволновался, человек там не доспал. И звучит уже не так, как... И тут тоже были подобные случаи. Ну, можно рассказать даже один драматический случай. Это вы никому не рассказываете, только, пожалуйста. Никто не узнает, я же верю. У нас произошел такой случай, когда, ну вот, девушка одна на съемках спела, потом и жюри судила по этому ее выступлению, а потом получилось, что технический брак. Ну, такой тоже, увы, бывает. И в виде исключения ей дали перепеть. И она второй раз пела гораздо лучше. И жюри сказал, ну, если бы она вот так спела первый раз, то... И как решили? По первому пению, по второму? Решили как надо. Дело в том, что она уже отволновалась. Понимаете? Она уже свой приговор как бы знала. И вдруг, когда она сбросила все волнение, ей уже ничего не грозило, она спела хорошо. Спела замечательно. Но это тоже элемент профессионализма. Справляться с волнением, справляться с усталостью, и с болезнями, с валячками. Так что это все входит в профессию. Потом, учите, помимо, извините, жюри профессионального, у нас, как и в первом сезоне, есть жюри, так сказать, зрительское. И своими СМС-классованиями... Как приятно с предыдущими вести программу. Я только хочу, прошу вас спросить, а вы уже сами учите. Я когда-то хотел сказать нашим зрителям, что вы же жюри, что вы не просто зрители. Это, кстати говоря, важно, мне кажется, очень, что вы... Потому что ваши оценки очень влияют, да? Можно сказать, кстати, обращаюсь, дорогие зрители и, главное, дорогие слушатели. Это не шоу, в котором нужно посмотреть только на картинку. Если вам понравится певица или певец, это еще... Говорит о многом, но не обо всем. Это конкурс классических певцов, классической музыки. Так что, если он будет хорош собой или она, и будет хорошо выглядеть на картинке, но вы больше ничего не заметите, никакой голос, никакой тембр, никакое исполнение, никакая музыкальность, умоляю, посерьезнее, голосуйте СМС-когда. Вообще невероятно. Синяшки обращаются к зрителям. Умоляю. Поразие, я такого не конечно. Потому что нам дорог очень этот проект. И нам. Потому что мы хотим, чтобы он получил путевку в жизнь настоящую, чтобы крылья вырастали с каждым разом, чтобы это было все-таки очень солидно. Так, как сам канал культуры. Я когда готовился к беседе, я узнал, что вы своих студентов учите выходить и приветствовать зал. И это как бы такое отдельное... И как выходить. Нет, ну учите, как выходить. И как приветствовать. А почему это важно? И как уходить. Вот про первое. Почему важно, как человек выходит, а как он привезет? А вот как вышел, с чем он вышел, все это видно. Если он просто вышел как солдат на свое место к роялю или там к оркестру, все, я уже вижу, что человек не включен ни в музыку, ни в образ. Если он еще за кулисами находится, а бывают такие постановочные моменты в нашей, так сказать, вот в условиях нашей большой оперы, что звучит музыка, и этот человек, певица или певец выходит на музыки, когда же ему включаться? Он за кулисами должен включиться. Какая-то такая мозга. И он должен вот так вот, понимаете, так же и выйти. И встать, и сразу включиться, и начинать рассказывать о том, что он не может не рассказать, он не может не запеть от того, что у него все это, так сказать, через музыку, через его выразительные средства, это голос. Вот вы знаете, простите, вот среди оркестрантов, которые люди, так сказать, бывалые, есть даже такое выражение, что если к ним приходит новый дирижер, скажем, гастролер, как он идет на подиум, мы уже знаем, он будет хозяином положения или мы. Они Тимирканов говорят, что вот ты проходишь, и все, все притягивают. Ну, когда идет человек ранга Тимирканов, то все знают, что он будет хозяином. Уже он идет в ореоле своей славы. Но вы знаете, вот насчет выхода не только студентов надо учить, гораздо раньше. Я вот связан уже четверть век почти с программой «Новые имена», которая опекает самых юных дарований. И бывает, что они, значит, прекрасно могут что-то сыграть и так далее, но пули потом улетают со сцены, не умеют класть. Вы так пригласили, вы не поверите. И согласилась прославленную Элину Быстрицкую. Элина Авраамовна с молодежью вот этой занималась сценическим поведением. Вы знаете, и это действительно отражается, конечно, как человек себя подает. Алина, что меня спросила, можно потом продолжить? Можно. Я хочу, я на вот этом самом судейском месте в жюри, я стараюсь не рассказывать, как помню, я еще молодушка была, что со мной было. Это никому не нужно в данной ситуации. А вот в данной ситуации мы затронули этот момент, как выходить на сцену, как себя подготавливать. Я могу тоже этим похвастаться? Это я ведь не просто так учу своих студентов. В свое время, когда я была студенткой ГИТИСа, и когда я пела перед комиссией, в которой была председателем незабвенная, Мария Петровна Максакова. Видите, какая связь времен. Сейчас ее дочь, народная артистка России Людмила Максакова, коллега по жюри. Она сказала, Тамара, ну там сказала всякие приятные слова про голос, но она сказала, никогда не уходите с спиной. Ваша скучная спина никому не нужна. И оставляйте, пожалуйста, овал лица в зале. Вот это я училась. Потом, ну меня почему-то все время, так сказать, опекали, балетный мир меня опекал. Но вы же начинали с танца, да? Ну я начинала в глубокой молодости. Это да, где-то в шестилетнем возрасте. Могла и позабыть к тому времени, к 20 годам. Но в 20 лет, вот когда я появилась на подмозгах, значит, Екатерина Гельцер вызывала меня в свою небольшую комнатку в Серебряном Бару и учила меня кланяться. Ну балетных поклончиков это вообще номер? Ты такая молоденькая, хорошая. Как пионерка кланяетесь? А как я знала еще, как кланяться? Конечно, я стеснялась. Так вот это все было. А, руки. Все было поставлено. И я потом уже этим так зло употребляла. Первое время, потому что мне это очень нравилось. Жили руки, жило тело, жило лицо. Жило или жило, не знаю, поправляйте. Вот, а потом, когда время дошло до образа Кармен, тут подключилась Марина Тимофеевна. О-о-о. Понятно? Но Марина Тимофеевна тоже вам ждавала, да, какие-то указания по Кармен? Нет. Нет? Нет, нет. В смысле без ансцентра? Нет, нет, нет. Марина Тимофеевна сделала со мной, так сказать, балетную часть этого образа. И вот тут уже пошла спина, тут пошли, значит, всякие взгляды. Как все важно, оказывается. Очень важно. Поэтому я все накопила. Не то, что у вас в драматическом театре. Да, вообще. Накопила, накопила. И вот я решила, что вот сейчас пришло время, чтобы поделиться со своими, так сказать, студентами. Я хочу о вас спросить. Вы сказали, что очень важно раскрыть человека. Вот как он человек. Вот объясните мне, мне и зрителям, а почему певцу важно быть личностью? Вот многие считают, что певцу важно иметь голос. А что там у него внутри? Какая разница? Ну, внутри не только здесь, но еще и здесь. Я думаю, что это равноценно. Вот поет человек потрясающе, и все. Почему важно? Мне кажется, что создание образа – это то, что не может обойтись без личностного наполнения. Вот мы сейчас говорили про то, как уйти, и я вспоминаю, у меня сейчас перед глазами стоит Евгений Кисен, который делает свои поклоны настолько небанально и настолько, как бы, с точки зрения сцены некрасиво. Но в этой небанальности, некрасивости, настолько яркая его индивидуальность, что это оставляет какую-то невероятную память о себе. И это очень соотносится с тем, как он играет. Вот этот его странный, очень резкий, очень напряженный поклон после исполнения. Поэтому здесь очень важно все-таки, чтобы все, что делает человек на сцене, было окрашено его личностным отношением и к персонажу, и к сцене, и вообще личностным участием. Поэтому личность, индивидуальность – это самое главное. Это то, что больше всего нас интересует в человеке, который выходит. То, как он интонирует, в этом тоже его личность. И прежде всего в этом его личность. И, конечно же, человек должен быть... У человека, который не очень умного, не очень тренинг, не может быть хорошего голоса? Может быть, хорошего голоса. Ну, вы знаете что, мы же знаем примеры в драматическом театре людей, в общем, далеко не совсем образованных, но совершенно фантастически талантливых. И когда они занимаются именно своим делом, они становятся умны в профессии. Ведь это же не значит, что человек должен быть умный, как спиноза. Недоставший, как Кант. Или как Кант, да, ради бога. И это совсем не значит, что он будет потрясающим артистом. Это профессиональный ум, профессиональное умение складывать составляющие своего образа, своего присутствия на сцене. Вы знаете, Андрей, когда великий оперный режиссер Борис Александрович Покровский гневался на певцов, он их в ярости называл звукоизвлекатели. Ужас как. И вот, нет, это правда. Он специально иногда так делал, чтобы разбудить вот что-то такое, чтобы человеке просто он здесь яйца показать. Или просто не знает как. И когда вот он называл звук, действительно, и могли быть случаи, когда человек безукоризненно извлекал звуки, как написано в партитуре, но совершенно не создавал образа. Для него еще важен был и образ. То же самое там Тосканини, по-моему, как это сказал какому-то Басу. Вы, говорит, поете, значит, обнимитесь миллионы, с таким выражением лица, как будто вы ненавидите все человечество. За этим... А, притом он мог безукоризненно... У меня абсолютно ощущение, что вы знали лично всех этих людей. Да, он, я помню, говорит, как-то. Нет, не про Борис Саныч, слава Богу, мы знали, и как он... Ну, вообще... Всем доставал. Камальевич, зачем певцу быть личностью? А зачем тогда он будет певцом? Потому что некоторые... Зарабатывать деньги... Так, я ухожу с этой передачи. По поводу денег и пения, это не ко мне. Нет, я не... Вы меня спрашиваете, ну, есть же такие люди, которые так считают. Ну, наверное. А зачем тогда им быть личностью? Да я не хочу таких людей знать. Для меня пение – это божий дар. Это разговор с Богом. При чем здесь деньги? Не при чем. Я почему хочу, чтобы вы сказали, не при чем. А когда человек озарен божественным сиянием, он должен все это впитывать. То, что говорит, извините за выражение, учитель, режиссер, балетмейстер, дирижер, педагог, все... Вот это он должен... Это сосуд, в который нужно собирать все до того момента, когда ты выходишь на сцену. И вдруг поворачивается человек на 180 градусов. Оказывается, все это он придумал. Ему так кажется. А он все сублимировал и вышел на сцену. И донес. Проводники, певцы, понимаете? Проводники должны быть. Но если проводник без ума, без разума, без сердца, без музыкальности, без таланта, вот тогда, извините, я сейчас выругусь, да? Озвученная дубина. Ну, все понятно стало. Вот вы все так обещаете. А я так и уроки веду. Все понятно. Великие певцы, по-настоящему великие, и наши отечественные, вот как, скажем, там, не знаю, мне посчастливилось там общаться с Ириной Константиновной Архиповой, с Козловским, там, и зарубежной, в тот же Повороте, все это. Они вот этот дар Божий, Чичили Бартоли, та же, которая только что вот была еще раз в России, они это действительно осознают как дар Божий. Вот то, что им даровано свыше. И весьма серьезно относятся к своей миссии, если не боятся громких слов. И вот их задача, в общем-то, служение людям, чтобы сделать счастливыми как можно большее количество людей. Вот еще хочу, что у вас спросить, кто хочет мне ответить. Вероника Джоева давала интервью много, надо сказать, после Победы, и она в одном интервью сказала, что опера – это элитарное искусство. Между тем, мне кажется, что сам проект «Большая опера», он доказал, что это не совсем так, потому что, ну, рейтинги были просто вот такое тупое слово, нелюбимые, но рейтинги были очень большие, и действительно люди требовали продолжения. Опера – это элитарное искусство или нет? Если вы считаете себя элитой, то да. А если не считая? Тогда переключайте каналы. Нет, все равно. Опера, конечно, элитарная искусство. Подождите, секунду, подождите. Андрюш, это несомненно, что опера – элитарная искусство. Конечно, конечно. Другого, конечно, ответа даже быть не может. Если человек не слышит музыку, зачем ему опера? Она его будет только раздражать. Конечно. Вы знаете, были и другие мнения, потому что Петр Ильич Чайковский считал оперу самым демократическим видом музыкального искусства. Потому что он был элитой. Ну, он-то, конечно, был элитой творец и гений. Понимаете, он все на своем уровне и воспринимал. Нет, он считал, что народу легче воспринять оперу, чем, скажем, симфонию. Ну, если вы сравниваете эти два жанра, то может быть. То есть, то, что вы сказали, удивительно. Если ты ощущаешь себя элитой, слушай оперу. Нет, вы меня неправильно поняли. А как правильно? Человек, подготовленный к этому. Человек, с детства слышащий вокруг себя приличную музыку. Человек, вращающийся в кругах, где правильно разговаривает хорошим русским языком. Вы знаете, он придет в оперу, если даже ничего в ней не понимает. Хотя бы ради интереса. Он поймет, его это или не его. Но это уровень есть интеллекта, образования, персоналиста. Опять мое любимое слово. Если ты человек уже где-то в какой-то области личность, то ты не пройдешь мимо. Просто даже перед самим собой будет неудобно, что ты как-то не был никогда в опере. Просто у него будет какой-то пробел, белый листик, который он должен заполнить своим присутствием. Понравится ему или не понравится, это абсолютно другой вопрос. Он может пойти на балет. Понравится ему или не понравится, тоже другой вопрос. Как могут балерины не понравиться? Это просто даже удивительно. Могут балерины, а я говорю в целом спектакль балетный, где не только балерины и балетные танцовщики, там и музыка шикарная. Конечно. Там и действия. Ох, не всегда. В балете? Да. Ох, не всегда. Ну, бывает же такая футовая музыка. Это все, конечно. Все с Чайковского началось уже. Серьезно. То есть восприятие симфоническое. По-моему, отвлекли. Мне кажется, что это очень важно. Как раз почему разговор об опере не может быть узким. Это же такое жанр. Так вот я про это вам и говорю. Он такой достаточно. Но восприятие оперы требует определенных душевных усилий. Нет. По крайней мере, хоть какой-то, но подготовки. Не только. Вы знаете, Андрей, вы, не хуже меня, знаете о том, что написаны огромное количество книг. Самоучитель игры на гитаре, самоучитель пения, самоучитель игры на баяне, даже как написать бестселлер кучей. Нет книг, посвященных восприятию искусства. А между тем, как считали великие, и они правы, как всегда, что восприятие искусства, настоящее искусство, есть процесс сотворчества. И никто не рождается сразу с хорошим вкусом. Нужно душу наработать, чтобы все резонировало. А кому, как не вам, написать такую книгу? Почему вы не пишете? Я вот в телевизор все выговариваю. Скажите мне, пожалуйста, вот прошел первый день, мы видели его. Ваши ощущения от первого дня конкурса? Кто хочет начать? Тамара Ленична, конечно, должна быть. Тамара Ленична, это чувство сожаления, я думаю, преобладает, потому что из 16 человек оставить 8, это было непросто. А другого варианта не было, ну что ж. Ну, таковы успехи игры. Там были какие-то немножечко все-таки рамки, в которых мы должны были уложить и голос, и способности, и талант, и музыкальность. Очень много было рамок. Вот, например, одного бы человека я бы обязательно пропустила, потому что я знала, что он может в чем-то другом раскроется. Но были рамки. Ну, конкурсы. Понимаете? Нет, конкурс, конкурс, это между ними конкурс. А у нас рамки были по количеству, по соревнованиям. Там же очень сложно. Там же соревнуется мужчина, женщина, понимаете, тенор, баритон. Но это уже дальше, в первом же году. Вообще, я говорю, я вообще говорю, вот это вот, это необычный. Для меня вот это второй конкурс в такой необычной схеме. Потому что я сто лет тому назад участвовал в одном подобном конкурсе. Я этого не знала. Я привыкла, что женские голоса – это, так сказать, одно звено этого конкурса, а мужские – это другое звено. Как на конкурсе Чайковского. Да, как на всех, да. И я была на конкурсе в Бельгии, и там я обнаружила, что соревнуются все. И надо было раздвигать мужской состав, чтобы вырваться вперед. Ну да. Но нечто подобное есть на Евровидении для классических молодых музыкантов. И там тоже удивительным образом может флейтистка соревноваться с пианистом, виолончелистом, трубачом. Да, да, да. Ну вот если… Не по группам. Какие еще ощущения, кроме того, что, ну понятно, что тяжело очень. Тяжело, тяжело, тяжело. А ощущения об общем уровне исполнителя каково? Достаточно высокий. Вот так будем говорить. Не будем заглядывать вперед. Это все нас ожидает. Но, по крайней мере, какой-то потенциал, вот я уже чую, чую, потенциал. Пока прогнозов нельзя давать. И не надо. И это не благодарно. Какое ощущение от первого дня? Ну, для меня были персонажи, которых жалко было, что они ушли. Но, с другой стороны, понятно было, почему наша жюри так решила. Потому что были персонажи, которые мне были интересны, как личности, по своему визуальному представлению, как они выглядят на сцене, как они себя ведут. Понятно, что вокально они, конечно, не справлялись. Но какие-то люди были очень интересны. Но с ними пришлось расстаться, к сожалению. Какое-то вы ощущаете отличие от первого сезона? Я ощущаю, но я не могу сейчас этого сказать. Потому что, может быть, я окажусь в результате неправа. Ваши ощущения. Вы знаете, вот если говорить о первом выпуске, это своего рода отборочный тур такой, то он может быть самый сложный и жестокий. И для жюри, потому что, представьте, из 16 оставить 8 и так далее. Причем, как говорится, там действительно у людей не было второго шанса произвести первое впечатление на жюри. И по разным причинам не подали. Некоторые действительно были еще слабо подготовлены для конкурса такого уровня, где уровень весьма высок. Другие не попали из-за неправильного выбора номера. Ведь надо ножки протягивать по одежке. И вот я люблю приводить знаменитое высказывание Моцарта, который говорил, что я люблю, чтобы ария подходила певцу как платье от лучшего портного. Браво, Моцар! Браво, как всегда. А некоторые брали платье с чужого плеча и иногда не по комплекции, грубо говоря. И платье на них болталось. Или наоборот. Или наоборот, не влезали. Тоже такое бывало. И согласитесь, что из-за неточного выбора репертуара многие остались за бортом. К сожалению. А они абсолютно самостоятельны, да? Потому что мы же не знаем под ногу. Ну, не вполне. Конечно, режиссура тоже наша работает. Нет, вот что касается выбора репертуара, что касается всего этого. Ну, это целая сложная история. Ну, вероятно. Простите. Нет, что, пожалуйста. Ну, там, во-первых, не у всех еще наработан большой репертуар. Во-вторых, нужно его рассчитать, значит, на семь дальнейших туров. В-третьих, возможности оркестра, оркестровки, там все это. Там масса технических проблем. Задачи режиссуры, потому что, ну, когда идет вот такой конкурс, и все это там многое влияет на выбор, конечно, но возможности певца учитываются в первую очередь. Я думаю, вот я когда слушала наших участников, я понимала, что у нас существует очень большая проблема с педагогами по вокалу. Потому что, я думаю, что вот очевидность этого была совершенно проявлена на вот этом первом отборочном туре. То есть победили те, у кого хорошие педагоги по вокалу? Ну, это вообще всегда идеально. Ну, это не победили, а неправильно сказать. Прошли дальше, вот попали в те восемь человек. Я не могу это утверждать, я не в курсе. Но я понимаю, потому как я слышу на свой непрофессиональный слух, но я понимаю, что проблема с педагогикой существует очень активная. Мне кажется, вот проект «Большой оперы», он замечательный еще и тем, что он возбудил еще больше интерес к опере, как к искусству. Мы стали больше об этом говорить, в частности, о российской опере. Я вот у вас хотел спросить, а кого состояние сегодня российской оперы, с вашей точки зрения? Что у нас сейчас? У нас вроде появляются театры оперные, а с другой стороны... Появляются. Вот открыли недавно в Астрахани, сейчас будет открытие театра во Владивостоке, появляются концертные залы, где можно давать концертные вонские шикарные залы. Но с другой стороны выходила... Я уж не говорю о Маринке, да. На эстрадном концерте выходила солистка Большого театра Тамала Синявская. Взрыв аплодисментов, все знали солистку Большого театра. Я сейчас не знаю молодых солистов из среднего... Одну минуточку, можно я подхвачу вашу мысль? И если у меня получится, продолжу. Значит, в эстрадном концерте вы говорите, это не эстрадные концерты были, это были сборные концерты, в которых в первых рядах под красными тем самыми заголовками шли всегда артисты Большого театра. Концерты назывались правительственные. Сейчас такого нету. Но мы их называли эстрадными, мы зрители. Мы не знали же таких... Андрей, а в какой век вы жили-то? Мы жили, по-моему, вместе с вами. Ну, не важно, сейчас мы не будем, да, хорошо. Да, я хочу сказать о том, что артистов Большого театра узнавали в лицо. Вот по поводу того, что... Знали, знали. Вы что, Павел Герасимович Лисиана, не знали в лицо? Знали. Он выходил в этих концертах. Ну, если я сейчас вот такой список могу продемонстрировать вам... А что вы на меня показываете? Нет, ну, я просто к вам, я знаю, ваш контрольтовая меццо-сопрана. Да, да, да. Там Ирина Константиновна участвовала. Кстати, пела песни, чтобы вы знали. Вот солдаты идут. Никогда не забуду, как она пела в концерте. Понимаете, все артисты Большого театра сначала шли, это считалось филармоническое отделение. Балетные артисты. Я, например, всегда почему-то шла за мамой Михайловной Плесецкой. И страшно было, и почетно. Понимаете? Ее же знали, так сказать, по-любому. Вот. Но... А потом давали уже... Уступали место так называемой эстраде. Но эстрада была полуклассическая. Ну, это еще женка могла быть. Это высокая эстрада. Вот. Поэтому тогда все показывалось по телевидению, и все знали артистов в лицо и по голосу узнавали. Сейчас, я не знаю, вот если вы хотите называть это эстрадным концертом, я артистов Большого театра, честно говоря, так вот в лицо-то не могу узнать. Это потому, что их не показывают или потому, что их нету? Нет, они есть. Но как это нету? Они есть, безусловно. Там есть молодые, красивые, голосистые, умеющие петь, и артистичные очень. Просто, видимо, им там нет места. В этих концертах. То есть их не популяризируют? Можно сказать и так. Чтобы вас позабавить, поскольку мои коллеги, ведущие, есть история, или, как говорят в театре, байка. Такой правительственный концерт, и, значит, присутствует высокое начальство, и, значит, выходит конферансье, любимец публики, который привык уже своим появлением, значит, вызывать восторг, и так бодро объявляет. А сейчас перед нами выступит народный артист Советского Союза, луреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории, наш знаменитый скрипач Яков Флиер. И идет, значит, за кулисы. А тут стоит Флиер с белыми от гнева, говорит, я, в общем-то, пьяник. Тот спокойно разворачивается, подходит в микрорайон и говорит, так как профессор Флиер забыл свою скрипочку дома. Он сыграет на рояле, что тоже хорошо. Сейчас уже такого не бывает. А как вы оцениваете состояние современного оперы? Я думаю, я знаю, что вы знаете его. Мне кажется, что таких личностей сейчас, вот, как Тамара Ильинична, как Елена Васильевна Образцова и так далее, и так далее, их нет. Вот я считаю, что их нет. С чем связано? Я думаю, что связано с тем, что нет возможности общаться с такими режиссерами, как Борис Александрович Покровский. Вот у меня такое ощущение. Потому что все-таки, простите, Андрюш, все-таки певца, актера и оперного актера, в том числе, выращивает дирижер и режиссер. Если этого не происходит, значит, они не растут. То есть проблема в оперной режиссуре, что и она... Не совсем. И дирижер тоже. И дирижер, и режиссер. Да, вот это вот эти два человека. И предыдущее поколение, на котором мы и выросли. Мы же пели, при нас пел и Сергей Яковлевич, Лемешев, и Галина Павловна Вишневская, и Ирина Константиновна Архипова, и Иван Иванович Петров, и Александр Павлович Огнецов. Я могу продолжить вот этот вот золотой ряд артистов, с которыми мы, молодые, пели, и на них и выучивались, и росли. Связь поколений. На вашем примере тоже все-таки вот золотого века уже выросли. Не будем так пессимистично смотреть. Но другое дело, что, может быть, на нашей отечественной сцене, нынешних знаменитых не так часто услышишь. Но есть Анна Нетребко, есть Ольга Бородина, есть Дмитрий Хворостовский, еще целый ряд... Нет, не все. Почему? Ну почему? Есть еще там или Феркусы, Галузин. Это потрясающие артисты, но только дело в том, что они так редко к нам приезжают в гости. Но они все равно русскую локальную школу представляют. Сейчас нет в мире, я вам скажу, ни одного, наверное, оперного театра, где бы не пели наши люди. И не танцевали бы, кстати. У меня был на эфире Федосиев, наш дирижер знаменитый, он сказал, что он не смог для исполнения том опере найти тенора у нас. Для русалки? Да, он не смог найти. То есть он говорит, теноров надо говорить? Теноров. Теноров нет. Ну, не совсем. Ну, у нас есть Дмитрий Корчак, который тоже поет в Вене. То есть вам кажется, что опера развивается нормально? Нет, нельзя сказать, что нормально, ненормально. Сейчас угроза, мне кажется, не от отсутствия голосов. Угроза как раз в режиссерском диктате. Режиссура, ее деспотизм, попытка, значит, подчинить все экстравагантное режиссуре, вот это губит оперу. И были уже случаи, когда наши, в частности, современники, великие, которые себе это могут позволить, даже неся материальные убытки, поскольку такие, как Юрий Хатульович Тимирканов, как та же Ольга Бородина, отказывались участвовать, Елена Васильевна Образцова, отказывались участвовать в некоем надругательстве над классикой, в режиссерском надругательстве. То есть все равно мы приходим уже с двух сторон к тому, что есть огромная проблема именно оперной режиссуры. Это огромная проблема, правильно я понимаю или нет? Правильно вы понимаете. А какой, есть какой-то... Одна из составляющих проблем. А есть какое-то решение этой проблемы? Ну, Борис Александрович Покровский, гений, но нельзя же его вырастить, должен родиться. Есть какое-то решение проблемы оперной... Знаете, насчет Борис Александровича, я вам расскажу, он однажды мне поведал замечательную историю. И когда началась война Великой Отечественной, он, как и все, он тогда работал в Горьком, в Нижнем Новгороде, совсем молодым, и он тоже, естественно, пошел в военкомат записываться на фронт. И там сидел полковник, который не просто должен был набрать пушечное мясо, а был человек, видимо, как говорится, с пониманием. Он посмотрел на этого хилого, интеллигентного, вот с такими толстыми стеклами очков, спросил, чем вы занимаетесь. Он сказал, вот оперы ставлю. И полковник ему сказал замечательные слова. Мы не дадим вам ослаблять нашу Красную Армию. Вы на фронте не нужны. Вы должны заниматься тем, чем вы занимаетесь, сказал он. Но, тут он брезгливо сказал, ставить не оперы, а перетки. Запомните, надо ставить оперетки. Что ему было ближе? Этому полковнику? Нет, но Борис Александрович сказал, это было правильное решение. Он ставил опереты во время войны, и на них ставили очереди. Из тех, кто отправлялся на фронт, из тех, кто выходил из госпиталей. Ну, еще раз говорю, это уникальный, такой человек уникальный. Есть какое-то, как вам кажется, как эту проблему можно решить? Как можно вообще улучшить состояние отечественного оперного театра? Ну, почему вы, говоря об оперном театре, делаете такую педаль на режиссуре? Это не я, это так со всех сторон. Давайте делать педаль на другое. Нет, 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 это неправильно, Андрей. Есть очень талантливые режиссеры. Это не значит, что у нас их нет. Да, а на что нужно делать? Прежде всего, должны быть певцы, с которыми может работать и дирижер, и режиссер. Они есть? Они помощники. Я уже говорила об этом вот в начале вот этого проекта. Первое дело – это певец, которого надо вырастить, которого надо воспитать, который бы управлял своим голосом, как штурман. Надо пьяно? Пьяно. Надо легато? Надо легато. Надо стаккато? Сделай стаккато. Он должен своей профессией стопроцентно овладеть, имея при этом красавец-голос. Ну, если не красавец, так у него есть еще достоинства. Либо он очень мощный, либо он очень подвижный. Масса нюансов в этом. Но тогда он попадает в руки дирижера и режиссера, и тогда появляется та самая личность, по которой вы страдаете. Да. По отсутствию которых вы страдаете. А так? Они просто так не пойдут. Режиссер ничего не сделает. Если у него нет материала, из которого он может вылепить, который ему только скажут, а, все, я понял, я понял. А как вам кажется, вот такие певцы сейчас есть, молодые? Ну, это надо знать, любить, слушать, ходить. Так просто я вам не могу сказать. Я же не слыша певца, или, а, вот, говорят, что он хорошо поет. Нет, это не для меня. Маня Робиналович напел. Есть очень многие талантливые в Большом театре певцы, конечно, есть. И в Мариинском. И в Мариинском есть действие. Я же разбираюсь, у меня нет позиции, я разбираюсь. Я как раз хочу понять. Как вы на вас набросили. Замечаю, чудесно, очень хорошо. То есть у нас состояние нашей российской оперы хорошее. Нет, так нельзя сказать, как назначить. Нет, 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 это что-то или да, или нет. И не плохое, и не хорошее. Она существует в развитии, в непростом, в каком-то становлении, в изменении. Это же такая непрямая дорога, а заасфальтированная. Это очень сложный путь. Другое, она движется правильным путем? А как знать? Вот, наверное, Тамара Линиш не знает. Ну, как вам кажется, Тамара Линиш не знает. Но сейчас очень не случайно то, что разговор о нашем телевизионном проекте, конкурсе... Нас так завел. Хорошо бы, как завелись зрители и слушатели. Вот именно, он, значит, вышел на разговор о большой опере. Ну, правильный, правильный. Ну, знаете, ну, опере уже более 400 лет, и ее не раз пытались похоронить, в общем-то, что опера искусство элитарная, что опера искусство отмирающая, там, и все прочее. А тем не менее, и балет, то же самое. А без этого нельзя, понимаете? И если человек не знает, что существует вот эта вершина искусства, эти вершинные жанры, право молодежи иметь свою субкультуру, допустим, но все равно надо... Они когда-то взрослеют. Они взрослеют. И переходят в филармонический зал и в оперный театр. То же самое, если провести аналогию с литературой. Допустим, человек читает детективы, страшно этим увлекается, это хорошо, но он должен знать хотя бы по насыщению, что есть Пушкин, Толстой, Данте, Севанте... По насыщению это знать не надо, это надо читать. Да, таких хорошо бы читать людей, но все-таки он должен соразмерять. Вот я абсолютно уверен, что участники проекта «Большая опера» смотрят эту передачу или будут ее смотреть в записи обязательно. Вот что бы вы им, Тамара Леонидовична, могли посоветовать? Вам же так неудобно им советовать, как представители жюри, вот прям непосредственно на конкурсе. Участникам? Участникам. Я советую. Тамара Леонидовична открытые мастер-классы дают. Я просто, извините, даже сама себя поймала на том, что я просто веду мастер-класс. Я делаю все то, что я делаю в институте. Я останавливаю своих девочек на каждом слове, на каждой ноте, на каждой запятой, начиная с того, как они подходят к проявлению. То есть вы такой абсолютно открытый председатель жюри? О чем мне закрываться-то? Я ничего криминального там не делаю. И не только председатель жюри, и другие чинжи, и у нас только это певцы практики, в том числе, ну или там другие специалисты, дирижер или оперный режиссер, если речь идет вот о панере Кончаловского, какие-то дают свои советы. Это действительно прелесть этого конкурса, что он превращается в мастер-класс. Даже те, кто не победят, скажем, вот формально... Они все подходили ко мне. Нет, они все выиграют невероятно. Не только в том смысле, что мы им создадим публисити, но они для себя в профессиональном смысле очень много получат. А какой мастер-класс дала Людмила Васильевна Максакова, когда она подняла юбку и показала, как нужно держать юбку на первом туре? Ну, потрясающе? Конечно. Это все очень дорогие, бесценные вещи. Правильно ли я понимаю... Может быть, я опять неправильно говорю сегодня? Может, я опять неправильно? Правильно ли я понимаю, что атмосфера этого конкурса такова, что все вместе. Это не история про то, что есть недоступные всем жюри, которые ходят в свою комнату, есть выдающиеся ведущие, которые никого не обращают внимания, как бывает на других, и несчастные... Все не так. Нет, там еще и публика есть, кстати. Ну, публика, да. Все не так, все это вместе. Все не так, и мне кажется, что мы вместе, и мне кажется, что мы все работаем на то, чтобы раскрыть самого главного, самого талантливого участника, и вообще участников всех, чтобы их проявить, выявить. Мне кажется, что вот все, все мы работаем только на это. Вам очень это интересно. Мне когда не интересно, я не прихожу. А в чем у вас самый главный интерес? В том, что если я учую, учую, интуиция подскажет, что вот талантливый человек стоит передо мной, а он такой беспомощный, и ему можно помочь, вот в этом мой интерес. Вот на этой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что по субботам в 21 час вы можете смотреть проект. Я хотел даже прямо сказать, должны смотреть, но никто ничего не должен, но было бы очень хорошо, чтобы вы смотрели наш проект. Антон, простите, ради бога, что я вас перебиваю. Вот мне кажется, что самая главная задача этого проекта, и за что нужно вообще поклониться телеканалу «Культура», это работа на будущее. Вот это самое главное. На завтрашний, на послезавтрашний день. Алла Сигалова, это одна из ведущих этого проекта, Святослав Белза, другой ведущий этого проекта, и Тамара Венична-Синявская, предатель жюри. Я вам хочу сказать, что это, безусловно, замечательный проект, и то, что сегодня был такой живой разговор, это говорит не только о том, свидетельствует не только о том, что это живой проект, но и о том, что опера очень живое искусство. И это тоже надо понимать, потому что не все это понимают. Опера, как я понял, по первому проекту, наверняка так же будет по второму. Это очень живое искусство, искусство, которое будоражит сегодняшних людей. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максим. Всего доброго, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова